Крымско-татарский проект пока не реализовался в полной мере в соответствии с высокими амбициями руководства. Так, в завершившемся чемпионате бахчисарайцы финишировали посередине таблицы. Возможно, изменения принесет новый сезон. Календарь благоволил красно-белым. Пусть и в гостях новый чемпионат начали в Феодосии. В прошлом сезоне местная фаворит Кафа едва спаслась от вылета и не оправдала свое название. Хозяевам поля нужны очки, чтобы не наступить на грабли прошлого сезона. С первых минут игры навязывают борьбу оппонентам. Защитник Козелташа Олег Кибизов на 19-й минуте лишает соперника явной голевой возможности, за что получает красную карточку и покидает поле. Результат не заставил себя ждать. На 22-й минуте болельщики феодосийской команды ликуют. Счет открывает Юрий Клочков. Козелташ сохраняет контроль над игрой и, что важно, сдерживает соперника. Однако защитник команды Герман Шатаев срывает перспективную атаку. И гости остаются в девятером. Вторая карточка! Окончательный счет установили хозяева на 67-й минуте с телами нападающего Аделя Натеева. Когда покидают команду больше 50% основного состава, это же понятно, что совсем другой футбол, другие люди. Мы сейчас подбираем. У нас времени не было подобрать, посмотреть людей. Непонятно, за очень короткий был подготовительный период. Мы в процессе сейчас смотрим людей. Соперник Бахчисарайцев практически полностью обновил состав. Команда собралась буквально пять дней назад. Успех планируют повторить и в последующих играх. Мы выиграли в первом туре и хорошо. Будем стараться в втором и третьем туре выиграть. Сейчас мы едем в океан, потом принимаем гвардейца. Встреча команд завершилась победой хозяев поля. В тренерском штабе Бахчисарайцев пообещали провести работу над ошибками.